Не поездку, а настоящий праздник для самарцев устроил персонал автобусного предприятия, которое занимается перевозками по муниципальному заказу. На новогодний маршрут вышел автобус под номером 34. Новогодняя традиция зародилась несколько лет назад. Мы едем с музыкальным сопровождением, поем песни и дарим позитивное настроение. Мы выходим на 34 маршруте, он самый протяженный, он едет от парка Металлурга в центр города, чтобы охватить больше пассажиров и подарить радостные минуты позитива. Новый год это все-таки такой яркий, светлый, добрый праздник, и наша акция, она как раз в этом ключе и устроена, поэтому все, кто видит вот этого нарядного дедушку с белой длинной бородой и в халате, все радуются, все сразу начинают улыбаться. Ох, чудеса-то какие, напридумывали. Воздух чистый будет. Не забывают ни о праздничной акции, ни о приоритетных мерах для минимизации рисков распространения коронавируса и ОРВИ. Дед Мороз и Снегурочкой напоминают о необходимости носить маску, находясь в салоне, и презентуют ее тем, у кого нет своей. И, конечно, желают здоровья и счастливого Нового года. Одаривают пассажиров мандаринами и апельсинами, которые, как известно, кладят с витамина С. А повышение иммунитета сейчас крайне важно. Роль главного новогоднего волшебника и его внучки по традиции исполняют дети и внуки сотрудников транспортного предприятия. Каждый год собираемся, чтобы радовать детей, не только детей, но и взрослых, конечно же. С наступающим вас Новым годом поздравляем. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в учебе и, главное, носите маски. Новогодний автобус будет курсировать по городу и в предстоящие выходные. В следующий раз Дед Мороз и Снегурочка поздравят самарцев 31 декабря и 7 января на Рождество. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.